И вот они, составы обеих команд. Хоббит, Иса, Воксик, Дэдфокс, Ангел, Эйбл, Джей, Сирата, Винни, Юрий и Арт. Арт, который на снайпере и на капитане одновременно. Ну, по сути, бюджетная версия бразильского Фоллина. Да, ну, были вот моменты, что, да, действительно подводил свою команду. Такой дорогой девайс имел постоянно на руках. И в итоге, ну, не так уж и много фрагов. Хотя, вот вчера, если не ошибаюсь, был матч на Нюке, где вот Арт именно спасал свою команду, именно там близкие дистанции. В общем-то, снайперу в целом сложно на Нюке играть. Но там он действительно много дел сделал. И что, поехали смотреть. Фурия в защите. Хэлл Рейзерс атака, это внедрение на банан. Ну, кстати, интересное начало. Два комплекта гранат у команды Хэлл Рейзерс. Втроем заняли банан, не встретили там никакого сопротивления. Также двоица отыгрывает, контролируя поджимы со второго медва и ковров. Ну, очень, скажем так, пассивно начинают оба коллектива. Действительно, рисковать не стоит. Ну, кстати, это было опасно. В итоге по вокзику там немного залетает. На банане 67 хп у него остается. Дэд Фокс под выходом на ковры. Там также в бойлере будет находиться один боец Хэлл Рейзерс. Но с другой стороны бомба все еще находится в яме. Два дыма и две флешки. И вот все, что осталось у команды Хэлл Рейзерс. В распоряжении, чтобы показать нам действительно свою нашифровку. Бомба медленно, уверенно двигается на базуа. Будет точка, и ты знаешь, Фурия угадывает. То, что у них изначально там четыре игрока. Но только Юрий был на перетяжке между А и Б. Теперь он остается играть уже на базе, на которую пытается выйти команда Хэлл Рейзерс. Пошла раскидка. Смог на пятерку или на пятнадцать. В общем-то, неважно. Ангел будет чекать эти выходы. Иса первый в ангарде атаки. Винни пытается кого-то поймать. Пока что нет. Получается, там тоже ответ на минус 22 хп. Флешка полетит. Хоббит, заходящий вместе с Исой. Там большие пески было бы неплохо забрать. В итоге Иса ликвидация Винни. Успешно Юрий тут же отвечает. Но не прочекает Серата, который в ухо забирает Дэд Фокса. Еще и по спине. Два ситуация. Вам два ситуация. И посмотри, что сотворил Серата. Два минуса. Вокси Хоббит погибает. Последний Кирилл Карасев. И вот теперь в руках капитана команды Хеврейзер. Абсолютно все. Но опять-таки же против Серата не справляется. 1-0. Фурия Спортс на карте соперника. Забирает пистолетный раунд. И это то самое хорошее начало для бразильцев. Да, и вот он, Серата. Я бы сказал, уже звезда команды Фурия. Если вы посмотрите вообще статистику на этом чемпионате, то там КД зашкаливающее. Потому что там и под 40 фрагов уже у нас было. В Бест оф 1 встречах, да и Бест оф 3. Вот здесь тоже. Это шанс проявить себя против такой команды, как Хеврейзер. Ну, знаешь, он выделяется в основном на карте оверпасса. А вот на остальных, ну, не так его заметно. Вот как раз-таки роль фраг-лидера на остальных локациях забирает товарищ Юрий. Юрий, да. Юрий красавец. Но в этом раунде, конечно, сложно будет дальше воевать. На коврах. 29 хп у него там после контакта. Ну и бомба тоже перетягивается через яму. Там главное не потеряться против Серата, который отвечает за банан. Кстати, тоже в соло играет он на этой точке. 4А. 4А. При этом у Хеврейзер столько пистолета. Решили не закупаться и не рисковать. Закупочку мы увидим уже в следующем раунде. Однозначно это будет АК-47 с раскидочкой. Ну и это, кстати, хорошие новости. 4 фармгана у Фурии. С большой вероятностью расставаться с ними они не собирают. Дело в том, что эта карта Инферно, она позволяет тебе успешно играть с фармганами. Даже против девайсов. Но тут пистолеты, которые не имели шанса. В общем-то, только Хоббит прорывается. Одного забирает. Но тут вопрос только времени. Вот он хэдшот от Арта. И это минус 4. В общем, у него очень быстро может появляться уже эта снайперская винтовка. И только один вопрос, когда. То есть сейчас ее покупать, давать МП-9 Эйблу, например. У Эйбла будет уже М4А4. И, ну, пока, наверное, без АВП. Да, с большой вероятностью это одна МК, 4 фармгана. И это тот самый интересный момент. Как же круто должны разыграть ребята из Фурии этот раунд с фармганами в руках. 5 АК-47 у Ховерейзерс. Также нет снайперской винтовки. По раскидке, ну, не полный боекомплект. Но все же гранат хватает. Кстати, примечательно то, что Юрий откинул флешку на второй центр. Дабы Ховерейзерс задумались о том, что будут пушить именно эту точку соперники. А там три банан. Ну, во всяком случае, в начале это было так. Вернее, Сиратов все еще думает, как действовать. Перетяжка, не перетяжка. Ждем мы также дальнейшего внедрения на эту точку от Калашей. Флешка полетела, Хоббит успевает уйти на сэндвич. Да, это ретейк банана. Но при этом слишком агрессивно нельзя играть. Нет, все-таки идут ребята. Боксик Хоббит зарабатывает по фрагу. Сейчас оттушится Мотов. Так, а вот теперь в игру вторая вступает Ксерата. Есть первый минус. Будет ли второй? 19% здоровья пытается жить. Кстати, интересная позиция. Байтит на уход. Но со второй попытки все же покидает банан. Эйбл важная фигура в этом раунде, ребята. Потому что он на центре делает минус по Ангелу, который совершает акт перетяжки. Три в три ситуации в итоге. Иса на двадцатке. А двадцатке, в общем-то, он может подловить Эйбла, потому что тот не готов к встрече, но перестреливает Ису. Как же так? Ну вот он агрессивный выпад от Эйбла. Номер два в этом раунде. Два в три ситуации. Но по количеству здоровья у Фурии все очень неоднозначно. Ну вот угол могут не прочекать. Эйбл в итоге сам забирает бомбу, она летит ему под ноги. Ну и тут Юра должен тоже решать все вопросы с Хоббитом. И заметь, в момент захода Хеврейзерс на Аплент сразу три игрока Фурии и Спорт находились на базе. То есть были прочитаны подчистую и базу Б отдавали без каких-либо волнений. Три ноль, вот это уже действительно серьезная заявка на карте соперника. Кстати, это была еще бомба для Эйбла, который забирал Ангела. То есть это уже информация о том, что соперники перетягиваются и можно не ожидать их выходящих там на точку Б, даже с учетом того, что идет раскидка на центр. Но это очень важно было. Эйбл молодец, сориентировался в раунде и помог своей команде его победить. Победить этот коллектив Хеврейзерс, направляющийся сейчас на второй центр. Пистолеты не дефолтные на руках, есть арморы, два смока. Ну знаешь, у нас были вопросы по поводу Фурии и Спорт. Насколько круто они играют на фоне, по крайней мере, героек и других коллективов, с которыми пришлось столкнуться в матчах в групповом этапе. Но вот Скаврейзерс, опять-таки же, начало очень даже интересное. Правда, этот раунд начинается не так хорошо, как хотелось бы. Эйбл на коврах потеряли, а это было укрепление. Арт тоже погибает. Хоббит пытается загнать соперника на больших песках. Да, получается убить его Юри. Ошибка. Аксирата пытается выйти дальше на еще одного бойца. Но нет, это Иса, который играет в размен после падения Ангела. Ну и последний перехвалили, потому что ну только что просто пистолеты. Там с одной вроде как флешкой, двумя смоками зашли на точку, а и сыграли, ну по сути, только потеряв одного капитана. Ну это был некий 2К форс бай в исполнении Хэврейзерс, который, ну не знаю, Фурия, опять-таки же, действовал с позиции силы, пытались агрессировать на коврах, но позиция за позицией были какие-то не самые уверенные действия. В итоге один Винни сохраняет Аук на следующий раунд. Ну обычно после такого залетает тактическая пауза. Команда, которая проиграла, должна успокоиться и решить, что же пошло не так. Ну пошло не так, что вы стреляете с пистолетами. И это говорит о том, что вы, возможно, еще не читаете экономику своих соперников, как они будут играть против вас. Винни закрывает в итоге Воксика. Тут тоже активно пытался найти оппонента. Потерял свою жизнь, но в следующем раунде, понятно, тут будет хороший бай, там еще была бомба поставлена. И вот Иса дальше будет продолжать фармить. С другой стороны, что по баю команды Фурия? Деньги в наличии у Юрии, тот покупает снайперскую винтовку для арта и решения Эйбла. Эйбл тоже будет с Аугом. Это такой же девайс у Винни, Юрии и М4А4 к Сератам. Кстати, вот тоже интересный момент, только что долго решались Ашеры. Стоит ли покупать Воксику снайперскую винтовку? У Дэдфокса была такая возможность. Но все же решили отыгрывать строго от автоматического оружия. 104 АК 47 плюс МП 9, но и опять-таки же драка на банане. Ой, Ангела выпускает под эти Молотовы. Должен дочекать, потому что угол там еще не горит, и мог находиться там игрок Ращиты. Но еще один Молотов уже от Серата, который, ну, останавливает выход, но ненадолго. Тут все же будет закидка Ангел, не отказывается от точки Б. Ой, там еще и спина от тиммейта залетела. Ну, минимально. Так, что же дальше? Пауза в исполнении Ашер. Банан прогнали, заставили Диффенс уйти в глубокие позиции. Ну, и теперь, раздобыв контроль на карте, постараются показать нам действительно хороший раунд. Вот удалось заставить бразильцев переживать. Вынуждены были стянуть третьего игрока под базу БМ. Но при этом Ашеры не торопятся заходить. Возможно, будет подсадка там на просвете или это арт, который будет выходить в ВП. Это интересно, учитывая то, что два игрока сейчас остаются на точке А. Эйбл вместе с Юри, два Ауга. Откидка Молотова на выход через ковры. И команда HellRaisers уже готова закидывать все смоками. Но заметь, бразильцы проверили банан. Там нет никого. И сразу же два игрока отправляются на плент. Вот и вчетвером бразильцы постараются остановить атаку команды HellRaisers. Успевает. Там еще смоком закрывается Ангел. Возможно, через левую часть будет проходить. Чекает арку. Там никого не замечает. По виду была информация, тот через смок рандомит. Но пока никто под это смотреть не попадает, Ангел прошел в угол. 48 хп, напоминаю, у него остается. И надо найти Юри. Юрий там не имел шанса. Ангел в итоге забирает его Эйбл. На больших песках тоже получит рано или поздно. А арт врывается через смок. Закрывает этого капитана HellRaisers. Ноксерата только сейчас включается в эту перестрелку в арке. Там по-прежнему жив игрок в больших песках. Как это произошло, непонятно. Эйбл с Аугом есть минус в плунте. Хоббита забрал. Но вот теперь понимаешь, что один находится в коврах, а вот по второму информации, скорее всего, нет. Были ли у кого еще-то там дефузы, может быть, на этой точке? В общем-то, Дэдфорк закрывает большие пески. Не может выйти никак Эйбл. И я так понимаю, что вообще не будет дальнейшего экшена. Разве что большие пески выйдут вместе с маленькими. Да, получается выйти на размен ситуации 1 на 1. Воксик против Эйбл. Там нарос на дефузе. Да ладно. Аугис Алиен. Куда стреляет по трупу Воксик? Но и все-таки тут еще имел шанс Эйбл забрать этот раунд себе. Вы знаешь, не было полного понимания, где находится, точнее, где установлена бомба. И вот отталкиваясь от реакции действовал Воксик. Но благо справился в этом моменте. 3-2. Шер забирает второй раунд подряд. И вот он на ресет экономики для Фурии Спорт. Да, ресет. Есть, кстати, Зиус на руках у Арта. Да, и вот они выходы от Исы. Но Иорданис должен был включаться. И вот уже есть первый момент. Ну, стоит похвалить. А Шеров, знаешь, даже несмотря на то, что позиционно оказались слабее, за счет грамотных гранат отрезали позиции Фурии Спортс. А именно двоих игроков, которые пришли на помощь. Вроде бы по таймингам успевали. Но вот дым в библиотеку, он, по сути, решил в исходе этого раунда. Ну, и АВП, которая выходит через смог, это тоже такая себе прохладная история. Но максимум одного забирает, и потом уже размен был. Понимаешь, в чем штука? Там в больших песках давили Эйбла. И Эйбл оставался в ситуации 1-5. Ну да, там отрезало все. Серата принимает точку Б. Тут будет очень сложно кого-то забрать. Но за Фонтаном коварная позиция, которая была реализована. Выход от Хоббита отменяется. Ну, Ангел тут, конечно же, должен был загонять противника. Бомба будет поставлена. Слишком далеко находились Юри, Арт и Эйбл Джей. Ну, они должны тут как-то, может быть, подойти под Артой и уже на банане встречать соперника. Зюс так и не сработал, к сожалению, у Арта. Наверное, пытался он там на коврах кого-то поймать. Ну, а Hellraiser сыграли плоднокровно, прямолинейно. Выход на точку Б. Ну, и получилось все. Почему-то бомба долго останавливалась, непонятно. Что пистолеты у Фурии Спорт, соответственно, действовали командно. И пытались всем составом продавить одну из позиций. Но Арт все же в попытке найти этот минус. Ждет стяжки Ашеров на банан. Но, опять-таки же, Ашеры в этом плане отыгрывают четко. Вот видно, что команда тренируется. Пытаются отталкиваться от максимальной дисциплины. Установив бомбу, уходят все вчерашн в контровский спаун. И не рискуют, не теряют девайс. Hellraiser берут эту игру под контроль. И это контроль экономики, я имею в виду. И вообще сейчас по счету могут повести. Потому что довольно скромно могут себя чувствовать уже по девайсам ребят из команды Фурия. Но должны выйти на базе. Сейчас, но, опять же, посмотрите на деньги. 3 500 от того же Винни. 4 300 от Арта. Ну и Сирата может задуматься о том, чтобы купить себе снайперскую винтовку. Нет, это минус 650, это уже первый армор. И установлена была только что пауза. Тактическая коэффициент от нашего партнера ES.bet. 2.80 на команду Фурия. Ну не верят в нее, так как Hellraiser после перерыва, так как они сейчас будут просто рвать и метать. Учитывая то, что мотивация была получена временем. То есть давно уже не было официальных встреч и должны они неплохо проехаться по vplay. Кстати, вот знаешь, тоже интересный момент по поводу выбора карты Инферно. В качестве своей команды Hellraiser. Вот тут, мне кажется, что-то в этом пике было. Не хотели показывать какие-то тонкие карты, например, там Оверпасс, тот же Мираж. Ну, Мираж выбрали Фурия, но не об этом сейчас. А Шеры хотели сыграть самую такую, знаешь, дефолтную карту, на которой, по сути, ничего такого сверхъестественного не происходит. Классические выходы, где все работает, отталкиваясь от связок игроков. Какие-то вот небольшие ретейки, занятия. Все дефолтно. То есть там, где ты не особо спалишь свои тактики. Ну да. Так оно и есть. Напоминаю нашим зрителям о том, что Hellraiser удалили карту The Nuke. Минус даст 2 от Фурии. Пик Инферно — это Hellraiser. Фурия пикнула кэш. И третья будет Мираж при удалении оверпасса и трейна. Юрий готов встречать Воксика. Тут очень активно действует по центру вместе с тиммейтом. Юрий врывается, но Воксик его ловит на прицел снайперской винтовки 5 на 4. И так можно очень просто зайти на точку А, так как там только один Эйбл. И идет перетяжка от Арта и Вини. Кстати, вот знаешь, начинают Ашеры обузить позиции Апланда, понимая, что раз за разом Фурия принимает Бэплэн втроем. И вот бразильцам надо в этом плане что-то менять. Слишком пассивно действуют на Банане. Вот эти тайминговые хаешки пока что не работают. Ну и после фрага важно остановиться. Так как у противника есть еще гранаты, там будут перетяжки. Нужно пошатать оборону, заставить их думать о том, что это будет 100% выход на точку. А там еще, возможно, перетяжка на Банан. Какую нам покажут тут игру Ксирата вместе с тиммейтами? Сейчас посмотрим. Учитывая то, что Ксирата еще и в соло будет защищаться, но только этот смок может остановить Холлрайзерс. Вот интересно, да? Играет на чек Ксирата. Заметил соперника. Коктейль Молотова. Постарается не пропустить, но слишком-слишком пассивно отыграл этот момент. Ну, после такого нужно идти, наверное, на сейф. Хотя мы знаем, как Фурия умеет выбивать Б-плэд. Не раз уже это дело показывали. С другой стороны, там надо, чтобы было два смока, один Молотов и несколько флэшек, чтобы они провели этот ритейк успешно. Нет, ребята уходят. Не в этот раз. Два красных соперника, а точнее два красных тиммейта. 7 и 18 это Винни и Ксирата. Постараются бразильцы сохранить свое оружие. Опять-таки же у Ашеров нет прямой задачи идти и искать бразильских игроков. Ну, вот момент Ксирата, конечно, очень неоднозначный. До конца этого раунда оставалось 40 секунд. У Ксирата был дым, у Ксирата был коктейль Молотова, но он играл на чек. Так, очевидно, намного лучше воспользоваться сначала смоком, а потом придержать Молотов на выход, возможно, через смок противников. То есть, понимаешь, ты на более позднем тайминге, ты выбрасываешь смок. Понятно, что смок это не атака, вернее, это не стена, и атака может пройти через этот смок. Но, с другой стороны, если бы ты бросал Молотов за этот смок, то атаки намного тяжелее зайти на точку. А так получается, что Молотов летит, ну, противники уже заходят, он некоторым попадает под ноги, некоторым уже за спину, и понятно, что тебе уже сложно. Не в том, что было кидать первым, а что что-то надо было кидать. 40 секунд до конца тебе либо дым, либо коктейль Молотова. Просто по таймингу надо было вважать. Пересидел, да, там, на этих чеках, игрок защиты. Но, с другой стороны, хорошо, что они пошли дальше, потому что это был бы врыв в никуда абсолютно на эту точку B. При поставленной бомбе, при таком большинстве игроков команды HellRaisers, находящемся на всех позициях Винни, продолжает войну за Банан. Там три игрока от команды Фурия, флажка полетела. Будет ли продолжение от атаки только Молотов уже под машину. В общем-то, и Винни дальше не пойдет. Заметьте, как Ашеры перестроились. Они понимают, что раз за разом бразильцы пытаются разыгрывать ретейк Банана. И в этом раунде HellRaisers не потеряли ни капли здоровья. А вот Фурия изрядно потратилась. В первую очередь, это касается Грана. Так, дабл пик на ковры, сейчас готовится от восставших из Ада. Ну и восьмой раунд. Пока нас проводит одна-вторая команда без фрагов. В общем-то, только урон был по Арту, по Хоббиту тоже в ответ через Банан. Винни будет возвращаться. Им, возможно, меняться с Ксерата, который обычно является опорником на точке B. На А довольно активная позиция у Юри против двадцатки. Он слышит раскидку от Исы. Так, а вот что будет делать HellRaisers? 50 секунд до конца этого раунда. Троица отправляется на Банан и делает с бомбой. А вот парочка игроков HellRaisers пытается воевать за главку и, ну, байтит на себя внимание. Дэдфокса выпустили. Ой-ой-ой, Винни, как же это действует в итоге. А Воксик ловит еще и Ксерата на чеке. Но как же так там? Есть посадка. В итоге Арт забирает одного Ангела. Воббит пытается выйти на размен. Получается, через мог найти противника. Три на три ситуации. И это, наверное, будет ретейк, учитывая то, что два игрока команды Фурия мчатся на Банан. Но в Винни нельзя было погибать здесь. Нужно было до конца жить. Как же жестко действуют Ашеры. Вот знаешь, они не прощают ошибок бразильцам. Ксерата должен найти свою игру сейчас на Б, потому что атака будет раз за разом ходить к нему туда. Тут, кстати, будет заход подсадка. Кстати, Эйбл Джей. Воксик, ой, там залетает все-таки в голову. Четыре хп остаются у снайпера команды HellRaisers, но он попадает по Эйблу. И Юрий должен идти на сейв. Это был верхний или нижний игрок? Скорее всего, нижний, потому что прицел был больше вниз, направлен. Ну, среагировал вроде как Воксик там в любом случае. Но вы понимаете, то, что там сенса зашкаливало. И есть уже позитив для снайпера, который сделал два фрага в этом раунде. Это пять на три. Два очка преимущества у восставших из Ада. И Фурия в очередной раз пропустила выход на точку Б. Пятый раунд подряд забирают HellRaisers в атаке. После, казалось бы, удачного начала от Фурии Спортс. Да, и нельзя вот так вот отдавать первые фраги на Б. Вы знаете, ну, какой-то чек, да, понятно, что там Серата уверен в себе. И он уже доказал то, что может убивать своих соперников, играть надежно. Но против Воксика так уже нельзя выходить. Тут уже не та версия снайпера, который может тебя пропустить как-то вот и простить на просвете и не забрать. Но дело в том, что нужно аккуратнее отыграть сейчас на Б, потому что HellRaisers будут туда ходить сейчас. Кстати, вот ты же помнишь, с чего все началось? С проигранного форсированного раунда в исполнении HellRaisers. Да, хотя счет у нас был 4-0. А потом пистолеты на коврах. Нет, 3-0. На глубике до выхода. И потенциальный выход на 4-0. Но не устояли против пистолетов. Ну, по сути, тут должны с пистолетами уже отыграть этот момент Серата Арт и Эйбл Джей. Два деглая цзшка на руках. Это Калашу Юри, который он сохранял в предыдущем раунде. Винни с Фамосом с таким набором будет играть сложно, особенно против Воксика, который уже напрягает точку Б. Им на просвет туда полетел Смог. Так, ну, продолжают очень аккуратно действовать Ашеры. Раскидывают базу Б, но при этом особо не торопятся заходить. И Сападета все делает первыми вас. Ответ от Юрика. Есть размен или нет. Туда, ну, именно на Б нет никакого смысла сейчас идти в оставшем из Ада. Сейчас можно просто забирать бомбу и... Что там за... Ну, кстати, заметьте, как они четко сработали. Как только задетектили расположение Ак-47, мы ментально стимули свои силы. Подобрали бомбу и двигаются в направлении Аплантар. Опасная позиция против ИСы, во всяком случае. Забирает 1-5 патронов, остается после этого в магазине. Воксик пытается выйти на размен. Да, получается, но тут без шансов. На самом деле, нужно было двигаться Эйбл, но он не знал, что там сайперская винтовка. Юрий на перетяжке Атамо забирает. И Хоббит на размене его отправляет в следующий раунд. Сирота последний на центре получает Модови... Врыв от Воксика. Абсолютно неоправданный ситуацией. В итоге один на один красный Хоббит остался. Но вот у него будет классная позиция там на ступеньках. Да, уж погорячился Воксик в этом моменте. Взял инициативу в свои руки. Но не так был хорош с Ак-47, как хотелось бы. Итак, что есть у Ксирота? Ак-47 легкий армор, есть дым и нет дефюз китов. Это, наверное, самая большая проблема. И, наверное, проблема еще больше. Он не знает, где находится Хоббит. Нужно прочекать слева над собой противника. Нет, все-таки этого не будет. Минус от Хоббита. Отличный клатч. И выбор позиции от Абая Хосенова. Десятый раунд на ваших экранах. И вновь Фурия, конечно, будет закупаться. Но при этом как же все-таки не получается сыграть вместе на размен в защите. То есть есть какие-то геройства. Тот же Эйбл, который одного тут забирал, мог забирать Воксика, если бы сыграл активнее, а не ждал, пока на него выйдет снайпер. И Юрий тоже на перетяжке с Калашом. Там за дефолтом делал ветер. Но вот на второго не хватило. Так, ну еще одна попытка Фурии Спортс. Показать нам что-то действительно хорошее за сторону контртеррористов. Есть полноценная закупка, есть снайперская винтовка. Ну, пора бы уже остановить Ашеров. Действительно, шесть раундов подряд. Это как-то очень неприятно. Да, это не то чтобы неприятно. Это утручающе смотрится. Особенно для такой защиты, которая так классно начинала. Контрагрессия на банан. Кстати, Хоббит был к этому готов. Отворачивался от возможной флешки. Винни тут же отлетает. Ну и, в общем-то, 5 на 4. Картина раунда уже не самая хорошая для команды Фурия. Тут два игрока на больших песках. Юрий вместе с Эйблом. Джей Эйбл пытается сменить позицию. Он понимает, что враги уже могли выйти на центр. Так что стоит смотреть еще и на длину. Да уж. Ну, два по пунктам разошлись. Ребята из Фурии Спортс. Не будут угадывать. Постараются отталкиваться от стрельбы. Хотя нет. Вот третий сейчас отправляется в сторону база. Врыв под флешку на ковре. Юрих делает первый минус. Обрал Дэд Фокса. Кстати, размена там не последовала. Но теперь... Ой-ой-ой, какой промах от Арта. Ну нельзя так пропускать соперника в арку. В итоге это может быть интересный раунд. Потому что бомба-то отправляется у нас на ковры точки А. И можно вообще вернуться на банан. Это будет сплит на точку Б. Да. Смена плана в этом раунде. Ангел дал команду. И он работает еще и против Арта. Капитан убивает капитана. В итоге ни с чем. Остаются игроки на точке А. Один, оденешенек Сирата на точке Б. Ему нужно здесь всех убивать. Да, ему не позавидуешь сейчас. С Аугом в руках, кстати, этот девайс может сотворить чудо. А, нет, это Эмка. Первый минус есть. Воксика забрал. Будили второй, да. Ну, кстати... Ну, неплохо. Да, с учетом того, что дрался один против четверых. Сирата настоящий герой. Два игрока. Юрий вместе с Эйблом Джей. Заходит на банане. Тут уже топает. Понятно, что нужно играть активно. Хоббит и Ангел остаются у команды HellRaisers после установки этой бомбы. Один на гробах. Второй просто ушел в церковь. И вот он врыв. Вспрей все-таки Юрий забирает Хоббита. Один на два Ангел. Кирилл тоже решил сыграть на стрельбу. В итоге Ауги здесь оказались слишком сильными. Но, ребята, ситуация была изначально настолько хороша для команды HellRaisers. Вот эти вот два выхода против Сирата. Ладно, выжил максимум. Но потом, какие позиции вы выбираете в ситуации два на два? Гробы и церковь, которые выходят стреляться? Серьезно? Вот. Вот, наверное, позиции — это полбеды. Вы должны ждать моменты, когда будут... Так запустите уже их, наверное. Да, запускайте и просто устраивайте им перекрестный огонь. Вместо этого решили постреляться по одному. В итоге оба проиграли эти перестрелки. Ну, возможно, здесь Юра, ты знаешь, сыграла какая-то недооценка соперника. Потому что вот они так легко забирали эти шесть раундов. Раскатывали, разматывали. И на А, и на Б. Все получалось. А тут давайте постреляемся. Ну, Юрий. Кстати, вот знаешь, что еще стоит отметить? Очень хорошая ситуация для HellRaisers. Даже несмотря на то, что проиграли раунд, они забрали три комплекта девайсов. Соответственно, ребята делились дропами с тиммейтами. И если Ашером сейчас удастся забрать этот раунд, это будет полный результат экономики и доминация HellRaisers в первой половине. 4 плюс 1. Такова схема защиты команды Фурия и Спортс. И Арт уже принимает первый смок на центр. Откидывает свой тоже на выход. Будет подсадка. Иксерата может сейчас наломать дрофт. На самом деле он сюрпризом является для команды HellRaisers. Вот он первый минус против Хоббита. Нет размена через смок. Отпускает противника. Ну, не было смысла идти дальше там еще одному игроку. Это уже неплохо. Неплохо так, Арт. Это минус по Ангелу, выходящему со смокатом. Еще один игрок закрыт на коврах. Дэд Фокс не может пройти. Ну, вот оно сопротивление от Фурии и Спортс. Не все так просто, как хотелось бы. Юрий забирает Ису. А этот раунд подчистую готовы забрать. Нет, все-таки в Оксику. Нет, Фокс все-таки выходит, забирает одного. Остается красный в этом пенте, но Арт его добирает. Третий минус от капитана команды Фурии и Спортс. Ну, замечательно. То есть видно, что работает мозг. Видно, что хочется подсаживаться. Хочется забирать противника на центре. Даже после хорошей раскидки. Молодцы. Тут другой вопрос, что Арту стабильности не хватает. Вот мы видели раунд, в котором он был действительно хорош. Три минуса в его исполнении. Фурии и Спортс празднуют победу в раунде. И видели раунд, когда Арт сыграл далеко не самым лучшим образом. Снайпер, да. Но здесь хочется похвалить. Здесь молодец. Согласен. Не пропускает соперника. Там помогает, подсаживает. И на перетяжке тоже закрывает двадцатку через выходы на просвет. Ну и потом еще и Дэдфокс. Понятно, что никак уж там не выходил через ковры. Потому что очень хорошая была отмечена работа по гранатам защитников. Коэффициенты 2,75 на Фурию. Ну, ребята. Это ваш выбор. Как по мне, неоправданно на самом деле. Я понимаю, что у них есть проблемы. Они еще догоняют команду HellRaisers. И так они уже отдали там кое-какое количество раундов своим соперникам. Но они же в атаке тоже могут играть неплохо. Они это уже показывали, что атака-то настроена. Ну, не забывай, что это зарубава против героек. HellRaisers это немного другой случай. Каждая команда это абсолютно разные игры. Кстати, возможно будет пик центра от Арта. У него был первый распаун на центре. Да, это будут выходы еще через Мотов. Яма. Пока не работает второй плент. Тут второй мидл, вернее. Иса все-таки забирает Арта. Это выход как раз-таки через андерграунд. И Юрий не смог прикрыть своего тиммейта. Сам погибает. 3 в 5. В итоге так вот быстро на минуте 35 оформляется. Да, уж Арт говорит. Прикрыл, братюнь. Прикрыл. Но дело в том, что пока да. Вот горит Молотов. Ты можешь там оставаться против второго центра. Но если второй центр не выходит против тебя секунды 3. Все. Он не выйдет уже. Особенно если инфа поступила о том, что Молотов горит в яме, ребята. Так что возможно это поджим центра. Но это слишком было прямолинейно. Так. И посмотри. Удается минимальную ситуацию подправить. Эйбл делает минус. Забирает капитана команды Хэлл Рейзер. С Кирилл Карачев отправляется в зрительный зал. А вот Ашеры двигаются в сторону базы Бэй. Как раз таки здесь у Фури парочка игроков. Да. Нужно хоть кого-то здесь забирать. Есть перекрестный огонь. Но классная флешка. Серата отворачивается. Винни спасает его. Но не смотрели даже игроки атаки. В итоге пытается выйти. Иса получает в ухо. Два на три ситуация. Серата дальше идет. В итоге Винни закрывает комбет. Но дальше Дэд Фокс на размене вышел. Но Дэд Фокс не смог даже вот понять, где дальше сможет сыграть нормально Эйбл Джей. А он был в просвете все это время. Это 6-6 в пользу команды Фурия. Твердую пятерку получают бразильцы. И они выигрывают в меньшинстве. Реально оставшись втроем против пятерых в этой ситуации. Браво. Команда Фурия Спортс. Это было действительно красиво. Прочитали и то, как мобильно передвигались по карте, будучи в меньшинстве, это заслуживает отдельной похвалы. Вы-то помните, как начинался предыдущий раунд. Это был пуш от Арта вместе с Юрией. Они отлетали от Исы. И потом уже так заканчивает атака таким крахом на точке Б. Видимо, заложниками ситуации стали то, что вот они имели позитив на Б. И в этой ситуации 5 на 3 тоже решили выйти на эту позицию. Но вот Фурия угадала, конечно. Винни подсадка на кваде. И вот, кстати, такого еще у нас не было. А Серата будет перетягиваться на просветы. А Банан закрывается уже игроками атаки. Тут за него даже никто не пытался воевать от защиты. Так. И тем временем последние деньги для Хелл Рейзерс. Проиграв этот раунд, Ашеры лишаются экономики. И, знаешь, это то, что позволит Фурия держать победу в первой половине. А ведь... Да, это большой шанс. Какой-то момент показалось, что Ашеры сломили своего соперника. Вот тем самым форсом взяли серию из шести раундов подряд. И потом что-то пошло не так. Претензии к точке Б продолжаются от команды Хелл Рейзерс. Но дело в том, что рано или поздно опорники сыграют там тоже хорошо. Еще до выхода основного. Пошла закидка. Смог неплохой от защиты. В итоге Винни слепой, но забирает Ангела. Вниз нужно спускаться. Хоббит закрывает Сирата. И тут проблема в том, что полетит молотом под ноги. А Винни забросил Смог перед собой. Хотя нужно было под себя, наверное, чтобы выжить там максимум времени. Дэдфокс закрывает Эйбл Джей на перетяжке. Двойное преимущество укрепляется. Хотел я сказать, но все-таки Арт закрывает Дэдфокса. Но дело в том, что путь на точку Б закрыт. Там все Смогами. Да, и это будет попытка сейва. Есть АУК, есть снайперская винтовка. Это те девайсы, которые Фурии и Спорт пригодятся. Кстати, вот знаешь, если про экономику Ашеров мы поговорили, то про Фурию и Спорт забыли. К тому же все хорошо. Даже с учетом того, что парни сохранят оружие в этом раунде, с большой вероятностью это будет либо какая-то форсированная ситуация, либо экономически с двумя сохраненными девайсами. Да, но в очередной раз мы отмечаем то, что не совсем уверенно получается играть Серата и его тиммейту на точке Б, это Винни. На самом деле Серата постоянно пытается выйти на эти перестелки, но поспешил, возможно, на гробах тут играть. Хотя, с другой стороны, тут через Смог выходила команда атаки, потому, видимо, на это был уклон защиты, то, что мы просто через Смог будем их закрывать. Неважно, как идет эта раскидка и кто первый будет выходить. Первого же забираем. Ну и если бы удалось положить Хоббита на лопатки, то, если честно, я думаю, что Хиллорезис не взяли бы этот раунд. Хоббит этим фрагом как раз-таки открыл точку Б. Знаешь, что мне кажется? Что вот бразильцам не хватает где-то агрессии на Банане. Саму позицию Банана они отдают практически без боя. А вот уже когда Шеры стоят на пятаке и готовы показать нам свою мощную раскидку, а у них она есть. Кстати, предыдущие свои Инферно команда Фурия точно так же отыгрывала в защите. Спасибо, да. То есть не воевала на Банане. И были у нас еще вчера в аналитике вопросы, почему так получается. Вы же поджимаете центр, например. То есть были у нас такие выпады, например, от того же Арта. Там Юрий тоже появлялся. Так почему бы не сделать так же на Банане? Я только один раз видел комбинацию из трех игроков на этой точке, но при этом они еще и, если и воевали, то так, ну, прохладно, скажем так, они с фармганами пошли на Банан. А с серьезными девайсами там пока не хотят появляться. Почему не ТВП на Бан, например? Потому что нет денег, видите, вы. Но были же ситуации, когда можно было... Либо, возможно, Арт себя на этой позиции чувствует некомфортно. Такой вариант тоже есть. И все же это форсированная закупка. АУК и АВП — это девайс, который удалось сохранить по итогам прошлого раунда. Две Юмпишки и ФАМАС — это то, что докупили в этом. Троицы на базе Б, опять-таки же, пассивный диффенс. Вини на ближней подсадке, Ксерата четверт. Очередной раз. И, заметьте, та же позиция. Тот же человек, на этот раз ВОКСик не с ВПС, а с АК 47-м, но минус по-прежнему делает. Так нельзя чекать, ребят. Это такой, знаете, FPL или там, ну, даже еще хуже, ниже уровня фейсета или матчмейкинга стиля. Это чек, на самом деле, в ПРО очень сильно наказывают. Вот эти команды, которые подходят без отпора там какого-либо на точку Б и готовы воздействовать дальше на эту позицию. Но, кстати, будет раскидка. Ну, не факт, что еще бомба выйдет на Б. Она готова к перетяжке на А, потому что там уже два тиммейта в коврах. И вот это будет, наверное, небольшой фейк. Да, это попытка фейковать и, заметь, бразильцы не особо дергаются, хотя второго игрока Ашеру на базе бы удержали. Это хорошие новости. Ну, и на плент будут заходить ситуации 2 в 4. Исан. Отличная работа. У Арта не было шансов. Ну, разве что там какая-то недеальная реакция. Он заберет противника, выходящего через бойлер. Но Юри на пленте. Будет не сладко, на самом деле. Он пытается что-то сделать. Тут спрей. И попадание от Дэдфокса. Через ящик залетает хэдшот. Бомба будет поставлена. И это очередной сейф от защитников. Знаешь, сразу видно, что Дэдфокс не к Сантаресу, не стал спрейтить. Он воднокровно, понимая, где находится соперник, по пулечке четко настрелял по чердаку Юрия Сантоса. Ну, и это тоже позиция СВП. То есть ты сидишь, просматриваешь выход через просвет, да, на центр. Но дело в том, что по бойлеру у тебя не было инфы никакой. Вот момент, когда ИСа выходил, было ощущение, что Арч щелкал зумом, потому что ИСа выходил настолько уверенно. Ну, это уже говорит о контроле карты команды Фурия. То есть раз у вас нет агрессии на банане, так хотя бы, может быть, попытайтесь там на бойлере встречать еще до выхода на ступеньке своих соперников. Ну, видимо, это еще будет. Но, может быть, уже не на этой карте и не на этой стороне. В общем, здесь Каверезер забирает себя очередной раунд. В атаке они себя очень хорошо чувствуют. Но я думаю, сейчас они между собой, да, вот там общаются, что вот почему там на банане так нас легко пропускают, ребята. Ну, давайте дальше там ходить наказывать. Давайте там как-то еще подловим серата. Ну, вот что это вообще такое? Конечно, такого нельзя допускать, особенно, когда у вас еще нет информации вообще ни по одной из позиций. То есть вы ничего не поджимаете и при этом банан вот так вот открываете. Юрий пытался, Юрий старался, но там слишком много было соперников, которые заполонили точку А. И сейчас у нас три ЕМП-шки, ФАМАС и ЦЗ-шка, набор команды Фурии и Спортс. Ну, да, здесь надо удивляться таким арсеналом девайсов. Ну, в классических позициях остановить команду Хаверезерс будет действительно сложно. Что делают Ашеры? Они в этом раунде нет. Аравиапицы, понимая трудности первоплана экономические у Фурии и Спортс, соответственно, будут разыгрывать какой-то верный, при этом медленный раунд. Снова два игрока Хаверезерс подбираются к точке Б. Кстати, там три бойца готовы встречать флешку, полетел Аксерата. Снова может поймать хэдшот. Но как же ему хочется чекать. Там вообще можно, в принципе, не чекать эту позицию. Стоит под углом, тут Арт горит. Попытался он там активно играть через ступеньки. Его выгоняют игроки атаки. Отличный молотов, 6 хп у капитана. Да, 6% здоровья, ЮМП-шка в руках. С этим девайсом особо не поработаешь. Здесь надо рассчитывать только на какую-то действительно такую, знаешь, непредсказуемую позицию, в которой можно будет удивить. Там была агрессия от игроков защиты. В итоге Юрий забирает Иса, но Воксик тут как тут на размене Эйбл Джей. Сирата падает. Еще, кстати, один у нас боец, это Винни, остается на точке Б. Воксик все еще в попытке забрать его. Бомба тоже перетягивается. У Винни мало шансов здесь хотя бы кого-то забрать. Еще одна флешка полетит, он на сэндвиче закрыт. Его съедят. Хотя нет, пока не получается это сделать Воксику. Иса тоже падает. Что происходит? Там 4 патрона в фамосе. И только сейчас Англ забирает противника. Это был Найстрай, но и при этом один игрок заходит через банан. Дэдфоксу было бы неплохо уйти туда или же сыграть в перекрестный огонь с тиммейтом. Так, вот это мне не очень нравится. Вдвоем уходят на гробы и, знаешь, это то, что может плохо закончиться. Правда, нет дефюз китов у Фурии. Это плохие новости для бразильцев. Ну и Арт красный, его угол неплохой, но при этом тут понятно, что Дэдфокс смог его забирать. Было бы больше здоровья у Арта. Этот минус он бы сделал по Дэдфоксу. Да, позиционно он был хорош. Есть смог, полетел на одного, одного забрал в итоге. Но один на один ситуация. Ангела, он как раз таки читает за квадом, но даже если бы убивал, то раунд бы не взял. Но убил Юрих Ангела. Статистику подправил, тем не менее раунд бразильцы проиграли. Вообще интересно то, что не использовал смог Юрий. То есть как минимум можно было его положить после убийства одного из соперников на гробах на дефолт, именно на бомбу, чтобы заставить Ангела выйти. Зачем идти искать кого-то? То есть у тебя такая ситуация. Но это опять же такой опыт, да, Юра? Потому что ты остался один на один, у тебя есть смог. Дефузни бомбу хотя бы. Соперник на тебя не выйдет до дефуза. Попытайся дернуть соперника. Ну ладно, тут уже такое. Эмоции там зашкаливали. Ситуация один на один понимала, что мало времени уже. Ну и Ангел все это дело держал под контролем. Счет на ваших экранах 9-6. Хелл Рейзерс очень приятно себя ощущает. Кстати, вы знаешь, интересный момент, смотри. Счет 9-6 в пользу Хелл Рейзерс, а вот по количеству фрагов, как по мне, Фурия впереди. По их суммарному количеству. Ну да. Ну или ровненько. Очень ровно, да? Иду, да. И вот посмотри, Ксерата вроде как 14 на 10, но сколько ошибок было на точке Б? Ну да, неоднократно терял позиции. Это еще одно подтверждение нашим зрителям о том, что статистика КД вообще это не самое главное. И иногда оно не настолько четко все показывает вообще, что было в игре. Кто реально влиял на взятие раунды? Ксерата, да, там убивал неплохо, приходил на размены, там была какая-то позитивная серия на точке Б, но насколько она была недолгой и сколько было опенфрагов на нем? Да, это та база, которую частенько обузили Хеврайзерс в первой половине. Ну что же, старт второй. Давайте смотреть, что придумают Ашеры. Агрессия на центре карты. Они в пятером на плунте. Они в пятером на плунте. О, это тоже что-то интересное. В общем-то, выход на второй центр. Атака готова врываться на точку Б, где уже будет перетяжка. Посмотрите, Дэдфокс находится на контрольском эспавне, а как раз-таки Фурия не спешит, она еще готовит раскидку. Слишком долго это то, что позволит Ашерам раздобыть необходимую информацию и стянуть все силы на базу Б. Теперь пять Хеврайзерс, пять игроков команды Хеврайзерс на базе Б. Ну вот Иса в итоге залетает через смок, Винни падает, Кьюри должен все прочекать, а там выход. Здравствуйте! До свидания команде Хеврайзерс. Хоббит падает, Дэдфокс тоже. Иса на размене играет. Иса дальше прошел, это уже трипл килл в этом раунде. Сирата вместе с Артом. Есть одна флешка. И еще и чек Банана. Да ладно, тут еще и бомбу не поставили на минуту до конца. Тут можно даже не агриться команде Хеврайзерс, отойти. Так, Воксик, Иса и Ангел. Очень опасное трио. Лошеров ошибка открыла Карасева, проигрывает перестрелку к Сирата. Иса, ну, на тебя надежда. Зачем лезть на противника, который еще не ставит бомбу даже? Ладно, тут совсем другая история. Ребята хотят очень быстро закончить раунд. Но Арт ловит Ису. Воксик последний. Это продано, ребята. Вот просто с молотка. Сейчас очень дешево. Он понимает, что двигаются бразильцы на базу А, также попытаются сместиться и быть там первым. Но опять-таки же тайминги не на его стороне. Не самый лучший. Он вот сейчас только будет выходить из библиотеки. И вроде как заметили его, да. Тут должны вдвоем выйти ребята. Ой, как это было опасно в итоге. Ксирата ставит точку в этом раунде. От него фраг. Отличная работа от Арта и Билджей Юри. Но как же плохо в этом моменте разобрались ребята из команды Хеллрайзерс. Бомба лежит, а они на руках у соперников. То есть их можно было даже отпустить. Вам намного лучше выходить и пушить противника, когда один из них занят установкой бомбы. Если вспоминать, как развивались события пистолетного раунда, это был настоящий хаос. Бразильцы в пятером отправляются на банан, а шары на втором меде. Гуляют, гуляют, гуляют. Потом понимают, что бразильцев там нет. Отправляются на базу Б. Раздобыли численный перевес, но реализовать его не сумели. Ну, Амиран за такое должен нащелкать там на самом деле. Такие пистолетные раунды вы не проигрываете. Ну, там, знаешь, самый большой вопрос Кириллу Карасеву, который почему-то смотрел спину и заход с Контровского спауна. Хотя, я не уверен, но информация о том, что все пять игроков на банане должна была быть. Ну, кстати, снова 5А у команды HellRaisers. Там Ксерата вместе с Винни выйдут на пустой АБ. Флэшка полетела. Ой, неплохо. Можно загнать еще второго там на втором центре. Да, получается Дэдфоксу забрать противника. МАК-10 на руках. Бомбу нашли. Большинство получили. Но при этом это все же МАК-10 и пистолеты дефолтные. Там Арт пытается выживать на бойлере. Отходит обратно к Дэдфоксу. Тот его зажимает и убивает. 40 хп у него остается после этого. Ксерата и Винни нужно спасать свою команду после этого раунда. Как там вообще все происходит? Где атака в этой ситуации? Слишком далеко находились. Только сейчас вышли в яму. Но вот до бомбы стоит еще дойти. HellRaisers такой нельзя отдавать. Да, но при этом Ашеры подобрали только всего-то один девайс. Это МАК-10 в руках Дэдфокса, который отдал его Кириллу Карасеву. Странно, в доме там есть еще один фармган. Но почему-то Ашеры не торопятся поднимать это оружие. Сколько времени ребята тратят. Они думают, что на бомбе сидят у нас игроки защиты. Они, как ты сказал, разбрелись вообще по плентам. Это хорошее решение. Вот уже 25 секунд сейчас будет на таймере. Это быстрый выход на банан. И точка Б, ребята. Но там нужно прятаться, выходить просто по одному, дергать и заставлять соперника ошибаться. Кстати, знаешь, мне не нравятся позиции HellRaisers. Один на гробах, второй в темную, если я не ошибаюсь. Ой-ой-ой, ну второй должен прятаться. Хотя времени 10 секунд. Да, да, да. Тут нужно все прочекать команде Фурия. Дуэт Сирата вместе с Винни. Выход Фурия там поседает очень сильных. Сирата в итоге забирает его один Иса. И второй Иса тоже получил свой фраг. Это раунд для команды HellRaisers. Ну вот видишь, раунд один отдали. Такой пистолетный, не самый уверенный. Но потом так собрались. В общем-то флешка полетела под нее врыв на центр. К этому были не готовы некоторые игроки атаки. Да еще и бомба там лежала на втором центре. Хотя бомба вообще, ребята, должна лежать в яме. Такой ситуации вообще. Особенно против пистолетов. Вот против Эко вы должны таким образом работать. Особенно когда вы отправляетесь на разные пункты. А именно так обстояли дела у бразильцев. Два игрока были под лазой боя. Троица пыталась двигаться в направлении Апланта. Но вот бомба, о которой говорит Саша, это действительно был настоящий провал. А Шеры не сделали ничего такого феноменального. Одна флешка, под которую забрали двоих на главки. Ну и в ситуации, когда уже четыре в одного давили игрока в доме. Это была изикадка. Но это был такой класс команд показан, потому что все-таки сильнее себя ощущает команда HellRaisers. У Воксика уже будет снайперская винтовка. Там, кстати, Бай от Фурии. Одного уже заметили террориста в яме. И Арт готов выходить на центр и наказывать Воксика за близкую позицию. Но он-то понимает, что по таймингам уже может выйти как бойлер, так и просвет. Так что нужно просто отойти на 15. Итак, две ССДшки. Тег девятый, П250, МАК десятый в руках капитана. По раскидке у бразильцев все хорошо. Пока что встает на втором медлее на коврах и постарается нам показать выход на базу А. Насколько хорошо тактически подкованы бразильцы мы сейчас с вами узнаем. Башки неплохие залетели по HellRaisers. Эйбл пытается ворваться дальше через балкон вместе с тиммейтом Винни. Там закрывается, кстати, Иса неплохо. Продавили Ису дыму. Воксик там с АВП закрывается. В общем-то, у него тяжелейшая ситуация. Сейчас может быть Сирата закрывает еще и перетяжку от Ангела. Был пуш банана. Возможно, поспешил в этой ситуации Ангел, потому что бомба-то не так уж и спешит на точку А выходить. Но там большие пески горят. Просто посмотрите на это. Воксик забирает одного. Хоббита потерял. Винни. Классная работа с Галилами. Арты. Хэдшоты. В один второй тут залетает колокол. И это все же раунд в пользу команды Фурия и Спортс. Какой момент. И они вот не хотят отпускать команду HellRaisers в этот большой отрыв по раундам. Кстати, если я не ошибаюсь, то это раунд команды B.I.G., которая... Вот помнишь тех самых биг, которые приехали на Inferno с одной хорошо подготовленной картой? Ну и героик очень часто делает этот раунд. Вот эта закидка в большие пески. Очень много смоков. Вы внедряетесь. Забираете одного опорника, который там закрывается смоком. Неважно, простреливаете его. И потом уже вместе работаете против Плэнта, который тоже... Ну, он хочет с вами постреляться. Он норовит просто выйти и там кого-то забрать. А тут уже вы с Дивайсом, с больших песков. Там, кстати, вот как раз-таки они подобрали что-то, что помогло им зайти дальше. На эту позицию у нас есть снайперская винтовка Воксика, МК, АУК. Два пистолета 5.7 и Дигл от Хоббита и Дэдфокса. И близкая позиция на коврах. Да, неоднократно мы отмечали характер команды Фурия и Спортс. И в этом раунде они также это продемонстрировали. И, ну, я имею в виду прошлый. А в этом уже есть проблемы. Два минуса от Ашеров забрали Юрия и Эйбова. При этом потеряли только Дэдфокса. Знаешь, вот потери Дэдфокса это всегда, ну, такая неоднозначная потеря. Угу. Винни. Выход на позицию Гитрайта, так называется. Она там находилась, Хоббит, который не справляется с противником. Ангел. Ой. Опасно забирает Сирата. Ну, вновь Сирата с этими выходами на пол. Ой-ой-ой. Тут как же Винни тоже играет не вместе со своим тиммейтом. Хотя оказалось, что Арт тоже должен был помогать. Но Смаком классно закрывался к защите. Браво. Кирилл Карасев действительно отлично отработал на холпе базы Б. Ну, и теперь все в руках Арта. Снайперская винтовка. 38 секунд до конца этого раунда. Бомба на руках. По гранатам все хорошо. Но вот сможет ли в одиночку потащить бразильский капитан? Нет. Тут уже Иса все дело это прочитал. Понимал то, что враг может выходить с АВП по центру. И выступил с агрессивной позиции. Двадцатый раунд. И как его проведет команда Фурия? Очень качельно начинается вторая половина. Пистолетку забрали бразильцы. Форсированная, точнее нет. Эко. Полная эко. Забрали Ховрейзерс. Бразильцы ответили форсом. Ну и Ашеры опять-таки же ответили форсированным баем. Да, и то же самое сейчас на руках у бразильцев. А именно форс. Это Галил. Мак есть десятый. Так девять. И выход на второй центр. Флажка полетела. Иса. Спрей против одного. Подключается Воксик. И это все плохо разворачивается. Сколько демонов он нанес. Да, да. Да, там по головам просто прошелся, понимаешь. Один, второй, третий. Давайте поехали. Юрик, Сирата. Да, выживает. Но при этом, да. Слишком все плохо будет по ХП. Эйбл в итоге 98. И на его плечах данный раунд. Ну и тут еще и поддержка есть у Ховрейзерс. В виде того, что три игрока находятся на точке. Они могут себе позволить оставить одного Хоббита на банане. Да уж, вот это начало. С позиции силы. А Шеры, наверное, вспомнили, что они действительно фавориты этого матча. И постарались навязать агрессивный вариант защиты бразильцам в этом раунде. И это получилось. Размен. Один в два. При этом еще два бразильских игрока остались красные. Ну и по сути, ну только чудо спасает фурию в этом раунде. А чудо, наверное, это Эйбл. Да, это Эйбл, который имеет М4А4 на руках. При этом армор одна флешка, а от него же. По смоку и флешке также в наличии у Юрия и Серата. Мото по таймингу от Фоксика. Вышел один уже противник. На следующий раун есть прострел, да. Эйбл же не отпускает Эйбл. Идет дальше против Дэдфокса. А тут уже интересно, ребята, появляется возможность натушиться на Ангелом. МП-9, ну, в ближней дистанции, конечно, не пропускает. Особенно красного соперника. Серата последний, 12 хп. И он тут уже читается при выходе как через двадцатку, так и через ковры. Потому что есть поджим в спину от Хоббита. Легко. Карасев делает очередной минус. Забирает двенадцатый раунд для команды Хеврейзерса. Удалось сбить экономику Фурии. И теперь однозначно бразильцы должны проводить раунд с пистолетами в руках. Ну, неплохая попытка от Эйбла, да. Там вообще был, в принципе, неплохой такой пик вместе с тиммейтом, который выпрыгивает на себя, уводит прицел. И потом ты выходишь, забираешь соперника, который через 15 или 20 играет агрессивно. Но все же были слишком красные игроки команды Фурии. Спортс, и спасибо Иси за это, за этот поджим в начале раунда. Выход на банан. Тут работает Хоббита. Все очень просто. И Абай Хасенов зарабатывает себе эйс. Это пять бразильцев в секунду. По-другому не назовешь. 13-8. Пять раундов преимущества для команды Хеврейзерс. И очередная попытка в атаке Фурии Спортс показать нам хороший раунд. Все было мрачное, конечно же, при этом выходе через Молотов. Да, ты знаешь, это уже финишная прямая. Все или ничего для команды Фурии Спортс. Закупились они четырьмя калашами. Есть сик от Винни. Ну и гранат можно было бы побольше купить, если бы кто-то с ЕМПшкой отыграл, например. Если бы были деньги. Ну и вот, или как ты отметил, надо было делать акцент на выбор другого девайса. Итак, Иса, поджим Гавров, подслышку тиммейта Эйбла забирает. А вот разменять Ису никто так и не сумел. Да, Юрий там не понимает, как дальше будет играть у тиммейта эта защита. Была информация о том, что как минимум два тиммейта должны располагаться у команды HellRaisers. Но уже успели все ребята отойти на дистанцию. В общем-то, на коврах никто не показывается. На двадцатке двое. И это будет одна линия больших песков. Посмотри на это. Там 15 полностью отдается. Но при этом Воксик может, если что-то, тоже перетягиваться. У него лучшая позиция, чтобы откидку устроить команде Пурия, которая уже успела пройти. И тут по таймингу не самый лучший выход от Воксика. Да, слишком непроверчиво Воксик выпрыгнул на прицелы. Ребята из Фурии Спорт. Но вот дальше большие пески отрабатывают просто великолепно. Два безответных минуса. Только сейчас Ксирата отвечает. Дэдфокс упал. Серьезные проблемы у Иссы. Нет, у Иссы проблем не бывает. Исса вообще красавчик на самом деле в этом раунде. Иссы отработал за себя из-за Воксика. Из-за всех остальных тоже будет дальше забирать Сирата, скорее всего. Ну или Хоббит его тоже закрывает. Тут отличный перекрестный огонь. Поставленный командой HellRaisers. И Ангел там тоже близок к тому, чтобы врываться против этого Планта. Сирата непонятно почему тут ждет. Понятно, что он тут пытается выжать максимум. Дождаться врыва. Но его не будет. Знаешь, до конца непонятно, куда смотрит Кирилл Карасев. Вот по идее информация по Ксирату должна быть. Но Кирилл Карасев до последнего. Ну Исса прячется, понимаешь? То есть Исса мог сказать, ребята, он может отойти на центр через двадцатку. То есть потому Ангел смотрит в центр. Ну у тебя там Хоббит был в библиотеке, который смотрел выход на Сирата. Ну могли по таймингам там, понимаешь, как-то неправильно еще понять друг друга. Да, скажем так, на всякий случай Кирилл Карасев прикрывал тылы своему тиммейту. Ну, получился такой рабочий раунд от команды HellRaisers. Начинали с опен-фрага, потом отошли в более глубокие позиции на точку А. И разобрались с выходом Фурия. Хотя Воксик, ну, немного позиционно ошибся. В полпозиции был пойман. Но с другой стороны Исса со всеми этими проблемами смог разобраться. Была небольшая пауза. И Фурия закупается. Два мак-десятых. Это даже третий там залетел. Да, это вабанки. Но при этом, да, на следующий раунд что-то там будет у Вини того же Эйбл Джея. Но это уже будет мап-пойнт. Что нам продемонстрируют бразильцы? Ну, кстати, вы знаешь, интересно бы сейчас смотрелся тот самый раунд, который они нам уже показывали. Когда взяли форс, раскидка ап-вунта, дымы в большие пески. Но нет, это быстрый выход на главку. Здесь как-то слишком просто... Воксик закрывает дыма, никто на него даже не смотрит. И настоящие мужчины не смотрят на спреи от своих соперников. Воксик в итоге еще и третьего забирает. Отличная работа. Четвертый! Это перевод в стиле Сантаареса. Турецкий спрей сегодня. Турецкий спрей, вот он. Вот у нас новое определение будет после этого дня Лакен Лод. Ну и в итоге Эйбл последний. Возможно, это будет еще один эйс. Но Эйбл-то слишком далеко там находился. Воксик идет на это минус пять. Он пытается в режим охотника внедриться и убить последнего. Да! Это все-таки эйс и 15-8 в пользу команды ХЛ Рейзерс. Фурия может остаться на восьми. В общем-то, были некоторые моменты, которые они могли использовать, чтобы вернуться, да? Когда они взяли это самое эко. Вот 8-10 счет. И после этого никакого позитива. Увы. Да, были времена, когда мы восхваляли шведский спрей. Теперь тренд это турецкий спрей. Сегодняшний игровой день порадовал нас действительно красочными хайлайтами. Ксантарес, Воксик. Это было шикарно. Спасибо, парни, за столь удивительный перформанс. Итак, последний раунд. С большой вероятностью последний. Если, конечно же, Фурия Спортс его проиграет. Но начало уже провальное. Агрессия на банане. Кирилл Карасев под раскидочку вместе с тиммейтом. Продавили позиции в Вене и сделали первый минус. Ну, в общем-то, это то, как должны были действовать ребята из команды Фурия на банане в защите. Но здесь есть плюс. Это арт, который выходит на Воксика, забирает его. Флэшка полетела. Дэд. Вокс. Нет, не получается убить Эйбла. Оставляет красного арта. 13 хп. Но все же 3 в 4. Это, ну, преимущество, но оно очень шаткое. Нельзя спешить. Так, и посмотри, что делают Ашеры. Это попытка угадать направление атаки. Сместился опорник базы Б. Нет, уже возвращается назад. Абай понимает, что лучше базу Б не продавать, потому что выбить ее будет невероятно сложно. Так, Хоббит получает под себя смок. Там будет выход или нет от противника через дым. Нет, решили все-таки ребята прошивать. Хоббит пропускает в итоге одного. Отпадает Брей. Ну, двоих похоронил. Это хорошо. А что же дальше? Если Ангел смогут устроить это выбивание или нет. Ну, тут слишком уж такая опасная позиция от Юрия. Но дело в том, что она чекается в первую очередь от выходящих игроков. Мы должны были это увидеть еще раньше, но не собрался. Знаешь, Саш, тут, наверное, в первую очередь осталась парочка опасных и наглых игроков. Вот Юрий не побоялся стоять на открытой позиции и спокойно выиграл эту перестрелку. 15-9. Первый маппоинт отыгрывает Фурия Спорт и продолжает борьбу на карте соперника. ИСа вместе с Воксиком каратели команды Hellraiser 21-13 и 21-15. Снайперская винтовка и автоматика в этой команде, конечно, хороша. Сегодня против Фурии сложно выходить как на А, так и на АБ. Но в прошлом раунде ребята разрулили ситуацию 4-5. Это тоже стоит отметить. Вот, молотополетел, Юрий выходит, там смог под себя. Флешка еще одна. Минус Ангел и Хоббит тоже слишком открыто играл. Ты знаешь, Юрик показал, что спрей это не хуже, чем товарищ Воксик. В итоге 3-5 и, знаешь, Ашерам стоит задуматься о сейве в этом раунде, потому что денег не так уже много. Да. Да и выбить базу Б втроем против пятерых в случае с Фурией Спортс будет невероятно трудно. Даже с такой хорошей раскидкой. Согласен с тобой, Юрий. Тут Дэд Фокс, Воксик и Иса. Ну, разве что кого-то поймают через МОК. Ну, Воксик должен еще и раньше было уходить. А это сейв. Смотрим на экономику. Ну да, будут деньги у Хоббита, у того же Ангела. То есть, если все втроем они засейвятся с этими МКами и АВП, то все еще нормально там. Кстати, вы знаешь, что поменяли бразильцы в своих атаках? Они добавили динамики и вот к этой динамике Ашеры были не готовы. Быстрый выход на главку провалился, но потом они его исправили. Ну и Аркада Базебебова просто идеально реализована товарищем Юрием. Да, дело в том, что они просто вот уже, наверное, перешли в такое состояние, что все или ничего. Там веб-банк полный. Давайте, ребята, все деньги на черное или на красное, в общем-то. Побежали на банан. Побежали. Будет откидка. У нас есть смок. Будет еще один какой-то смок или флешка. Там есть все, чтобы раскидать дальше, не дать сопернику нормально отойти на более глубокие позиции БПНТ. И так только что команда Фурия выступила. 26-й раунд на ваших экранах. Все же, как я уже сказал, будет хороший бай от команды CallRaisers. У Ангела будет Аук, первый армор. У всех остальных каски, три набора дефузов и полная связка гранат. Так, пять маппоинтов остается отыграть Фурия Спортс на карте Инферно. Но начало уже не самое лучшее. Арт изрядно пострадал. 18% с большой вероятностью это работа снайпера команды CallRaisers. Да, неприятная хая залетает под Хоббита. Пока до первой крови дело не доходит. И Сапот карнизом будет играть. И Дэдфокс над ним тоже на себя будет стягивать внимание. Тоже интересное расположение, какое у нас CallRaisers еще не показывали. А Фурия подавно не занимала такие позиции. Тоже вот интересно, почему не было подсадок. Это вопрос к нашей аналитике, которая очень внимательно смотрит этот матч. Кстати, я уверен, ребята абсолютно все эти моменты записывают. И нашему зрителю будет очень интересно наблюдать за всем происходящим в студии аналитики. Если бы у нас, конечно, была возможность записывать все это дело. Я имею в виду на видеопленку. Да, Алексей? Сирата вместе с Винни подходят под точку Б. Они готовы раскидать. Там есть кое-какой раскид. Но нет, по Винни залетает от Ангела. Это неприятно. Опять начинка.